Так что это видео-ченнелинга, это все-таки больше про какой-то монолог, да, вот эту подачу с моей стороны, но если там будут какие-то моменты поправок, каких-то вопросов, то ты проговаривай, это будем там тоже запрашивать, вот. И если есть задача, намерение, то тоже проговаривай, либо мы идем гуляем, как ребят, гуляем, смотрим, как скажешь. Я себе закрываю глаза, подсонастроюсь, а ты скажи, чего хотелось бы, что интересно, что посмотреть, или пусть расскажут, что расскажут. Ну, чувствую, что едино, и поэтому в таком доверии и в чувствовании, что услышу именно то, что необходимо. Поэтому доверяю, отпускаю, расслабляюсь и принимаю. Благодарю. Все подращеряют и погнали. Но по ощущениям, то работа началась прям уже, я не знаю, сколько там времени прошло, но какое-то время назад, больше часа даже, уже начали подключать. С твоей стороны, опять же, да, расслабление, такое чувство, знаешь, как растекание по полю, по пространству. Если там нужно как-то подвигаться, то расслаблять тело больше, дать ему проводимости, и дать ему проводимости еще больше тела. Чуток совсем немножечко, но есть небольшие как очаги зажатости, но это чисто может быть, ну, истории очень поверхностные, чисто телесные, там где-то, не знаю, на занятия где-то не пошла там каждый день, или что-то такое может быть. Ну, это так, это пока еще не хватит, сейчас, секунду. О, есть, заходим через цифры, тебе с ними делать ничего не нужно. И, по-моему, когда смотреть. 2, 9, 5, 2, 9, 8, 8, 9, 2, 2, 9, 6, 6, 6, 7, 9, 7, 8, 8, 8, 9, 1, 1, 1, 1, 1. По уровню 6 центра, по уровню головы, можешь просто добавить себе визуализацию, знаешь, такого раскрывшего себя. слитка, вот прям расслабить голову, отпустить ум. Твои нашли, вот так, от них уже идет информация. Приветствую нашу сучастию, суть, наша родная душа, которая выдана сюда в поля для самостройки людей в их высокой, не поточной вибрационности. Хотим тебе дать информацию просто как знание, просто как уверенность в том, что твой путь максимально верный на сейчас, и в том, что увидеть себя в своей тонкости, как та, которая создает нити, как та, которая плетет эти нити, как та, которая создает, простраивает эти пространства реальности, как та, которая выкристаллизовывает смыслы и вносит их в поле, в котором находятся, или в жизни людей, или в какие-то ситуативности, но вид себя как ту, которая создает ситуативность, которая создает пространство вокруг себя, которая создает судьбу, не преуменьшая даже этих смыслов, которая вот та, что плетет прям руками, руками через свое намерение. Очень теплая исцеляющая энергетика выдана тебе как возможность для системы проводить через ладони, потому нарабатывая этот инструмент, намеренно применяя его либо к себе, либо к близким, либо даже на расстоянии, представляя, что ты ладонью касаешься либо к человеку, либо даже к ситуации, в какой-то видя ее как суть, ситуация как суть, ситуация как что-то живое, и как будто бы к этой ситуации даже на расстоянии касаешься. Эти практики для тебя, у тебя, в твоей системе срабатывают очень и в качестве, и в такой частоте хорошей проводимости, поэтому бери их, это будет расширять еще больше вот этот луч целительский, твой личный, который у тебя, он просто прописан, он просто есть, он просто прописан, и его можно усиливать, его можно расширять через такие достаточно легкие практики, ты это и так делаешь, скорее всего, и интуитивно, просто добавляя туда больше намерения, больше внимания, это будет расширять возможность саму концентрацию, саму концентрацию и скорость сработки ситуации, либо с человеком, либо с каким-то недугом, если с ним работаешь, очень важно заходить через нейтральность, потому что, чтобы тело не включало через себя какие-то боли, да, боли других, поэтому очень обязательно следить за своей нейтральностью, как будто бы немножко со стороны, когда ты включаешься во взаимодействие, ты часто включаешься во взаимодействие, возможно, не до конца даже осознавая, что ты включаешься как мастер в работу с человеком, в каких-то даже бытовых вопросах, потому в течение дня просто периодически проверяю себя на нейтральность, насколько я в вот этой проточности, прозрачности нахожусь, насколько тело не забирает на себя чьи-то эмоциональности, не забирает на себя чьи-то волнения, сразу в чистоту себя выводи, то есть не то, что ты отзеркаливаешь, там отдаешь, какие-то защиты вокруг себя ставишь, нет, ты в прозрачности, взяла, ушло, приняла, ушло, проточность, проточность, прозрачность, прям на это всегда и наибольший акцент установи, и мысли о том, что твое намерение очень сильно, оно сильно по качеству, оно сильно в скорости проявления, в скорости материализации, и вот эта возможность плетения, это прям про плетение вот судеб, семью судеб, и это как мать-земля, то есть у тебя очень много вот этой возможности, энергетики, про плодородство, вот все вокруг этого, то есть как такая богатая, насыщенная земля, планета, мать, вот как душа такая, земля, душа, планеты, вот об этом. У тебя много такой статности, именно материнская во всех смыслах, во всех проявлениях этого слова, то есть и к людям, и к пространству, и к растениям, и к животным, и ширина сердца такая, что она может, она позволяет как окутать, да, окутать и дать той любви исцеляющей, и, возможно, в твоем поле не всем комфортно находиться, в плане того, что этот поток исцеляющий, он очень, ну, он очень насыщенный, и он, ну, как-то вскрывает, да, вскрывает, подковыривает какие-то моменты человека, которые выводят его на искренность, и это не всем легко, не у всех есть к этому такая открытая, как бы, готовность, к тому, это нормально, что в твоем поле у некоторых людей могут случаться какие-то, как будто бы, ну, не то, чтобы отрисали, ну, какие-то такие, может быть, резкие какие-то смены настроения, возможно, какие-то такие вспышки внутренние, это, это хорошо, да, же так работает твое пространство вокруг тебя, и, секунду, сейчас еще цифры, цифры нам сейчас нужны, как возможность поработать телу, через тело, через саму структуру, плотность, да, через физику, ну, что физика сейчас все-таки подограничивает, возможно, больше добавь чего-то тягучего, если ты занимаешься, то добавь, или больше времени туда, если есть возможность все-таки что-то тягучее, какая-то растяжка, вот что-то тягучее, прям потянуть хорошо тело, и все остеопаты, вот туда можно тоже зайти, еще секундочку, и диафрагму посмотреть, диафрагму дыхательную, которая, дыхательные практики туда-то, да, то есть по расширению, по движению грудной клетки, туда надо поделать, всякие там наклоны, в общем, это такое, это уже на свою, на свою ответственность, да, сейчас секунду, ну, туда тоже заходим, туда тоже заходим, в структуру тела, для того, чтобы помочь ему, вот эту мягкость именно проработать и зажатости, и зажатости, про которые даже вначале тогда даже немного объяснили, сейчас зайдем туда, 997-988-891-196-3968-888-891-111. Да, те возможности, которые выданы для проявления тебя, для проявления сути, то есть обращаясь к тебе не как в Кире, а как к системе, как вот туда, в программный уровень, те возможности, которые выданы, они пока не проявлены на все, весь тот потенциал, да, который может быть взят через человеческое тело, через личность, через те программы, которые здесь есть в этом поле, он еще не взят на все те 100%, которые могут быть, есть очень-таки небольшие ограничения, значит, когда система уже вся просто до блеска отполирована, и там какие-то маленькие даже пылиночки, на их становится еще больше видно, и это вот про то, что система выведена в хорошее качество, но при этом есть небольшие зажатости по телу и к ументальному полю в плане какого-то разрешения, и где-то даже про доверие, то есть вот то, что сейчас проделывают, это про расширение вот этой емкости, чтобы поместить еще больше, потому что есть часть энергии, достаточно такая объемная, которая вот она ждет, ждет, вот она ждет, стоит, прям вот она хочет поместиться, и как будто бы может внимание, просто не совсем там, знаешь, как-то другие какие-то заботы, там не хватает туда акцента, возможно, это чисто могут быть усталости даже, усталости, настроения, когда чуть-чуть как будто бы отстраняешься от вот этого всего движа, высокодуховного, и хочется просто немножко выдохнуть, побыть просто обычным, простым человеком, и вот возможно это такие моменты, они как будто бы, знаешь, чуть-чуть так сужают, как будто бы немножечко сужают вот эту проточность, потому то, что сейчас возвращают, возможно, усталость системы, какая-то накопилась, это как, знаешь, общий такой, общий баланс, общий баланс системы сейчас устраивает, в том числе акцент на физику хороший делают, для вот этой емкости, расширить, растянуть. Тоже там, дыхание держи свободным, глубоким. Это как будто бы такое движение, такое действие сейчас, что хотят прям вот эту вот емкость планеты, емкость души планеты в себя поместить, возможно, возможно, это сейчас так, нам еще не дораскрыли эту инфу сейчас полностью, может, мы туда еще вернем глубже, какое-то родство есть на уровне душа, ты как душа и планета как душа, что очень много подобных аспектров, вот это все принятия, все прощения, и ты можешь еще больше этими спектрами окутывать вокруг себя, это про взаимодействие. Сейчас пытаюсь слова подобрать, выдать их нормальные. То есть, да, система, в которой вы сейчас находитесь, вы видите систему Макса, мне просто непривычно, потому что обычно они переплетают, в сессиях, по-моему, никогда не было такого, чтобы сплетали две сессии одновременно, потом в другом стороне. То есть, это взаимодействие, это как подарок вообще для пространства, для того поля, в котором он находится, потому что это, ты как, знаешь, идеальная пропорция, это как идеально гармонично выстроенные пазики, как взаимодействие на уровне божества, это когда божественность в своем, блин, прикольно, как единая, фу, меня аж слезусь, единая божественность, она как впущена сюда для того, чтобы разделиться на мужско-женское, для того, чтобы нести этот цвет, нести этот пример, нести как пример, как эталонность, которая, она, понимаешь, как пропечатывается, как фиксируется в умах, в познаниях тех, кто к вам соприкасается как к общей системе. То есть этот, важно этот пример транслировать немного больше в союзе в том числе. То есть каждый, понятно, что у каждого свои там направления, свои какие-то проявления реализации, но важно делать еще больше акцента на ваше взаимодействие. Не знаю, те же эфиры, те же какие-то встречи, те же какие-то истории, не знаю, знаешь, как-то выводить сюда в пространство еще больше примера вот этого взаимодействия. Чуть ли не не знаю, за ручку держитесь просто и куда-то едете. Ну, какие-то такие обычные моменты, но они будут включать вот это красивое слово, шаблон, ну, вот пример, да, как эталонность такая, как отпечаток, который возрождает, как пробуждает в людях вообще вот эту память первооснов, как первоначальности, как ну, ценностей, ценностей в том числе. про вот эту глубину такой людямисть на украинском таком будет прикольно. Секунду. И то, что сейчас проделывают в плане, ну, тонком таком для твоей системы, это про, во-первых, очень плотное взаимодействие твоей курации, ну, как мы берем с такого слоя, что есть курация, понятно, что курация это и есть ты, и так дальше, и вот это вот все, но вот сейчас отсюда смотрим, что это очень плотно и сейчас происходит взаимодействие с твоей курацией, как слияние, вот это то, что можно обозначить вертикалью, да, то есть есть многомерность какая-то, она прям собирается сейчас в тебе для того, чтобы вот эту ширину создать, то есть это как сборка вот этих усилителей, каких-то сильных проявлений, сильных лучей, сильных, сильных сторон, да, условно, с тех уровней, как сборка в тебе и расширение точки встречи, расширение вот этой емкости еще дальше, я говорю, так расширяют, как будто бы вот планета, чтобы поместилась, чтобы вот это все принятия расширить на уровень принятия, как у планеты Земля, вот как-то вы с ней прям очень родные подробные совозвращения. и это то, что тоже будет усиливать вот этот исцеляющий вектор твой, усиливать в плане делать его более концентрированным, опять же, чтобы более эффективно еще срабатывать, то есть если там надо было, не знаю, руки в 10 минут подержать или там подумать о человеке, сколько-то там времени, чтобы у него что-то начало происходить, то это тебе сейчас ускоряет, чтобы это срабатывало прям вот доля секунды в моменте, подумала, оно там уже произошло, но для этого параллельно выстраивают это вот все принятия, чтобы те какие-то ну на уровне личности, какие-то возможно какая-то где-то легкая, не хочу там тоже на оценок или каких-то слов, ну правильно, какая-то там где-то предвзятость возможно, где-то какая-то излишняя аккуратность ноткой там где-то недоверие или что-то такое, то вот этот вот момент тоже что у меня достаточно емкости, чтобы это все объять и это не в ущерб себе, не в ущерб своей энергии, не в ущерб вообще никак не сделаю ничего, потому что я в прозрачности, я в этой проточности и у меня этой емкости хватит просто вообще на всю планету и больше. Вот это выстраивает. у нас все-таки будет галактический у меня бойцы сейчас включусь в подачу галактического, пока может тоже дополнительно еще расширяться, потому что он такой еще более концентрированный, потому послушай, знаешь, на уровне ощущений что тебе говорят в плане послушай свой внутренний перевод через чувства, через какие-то отрывы по телу. Давайте. в следующем Очень много нервностей. Очень много нервностей, очень много тепла, заботливого окутывающегося. Очень бережно, очень бережно, очень аккуратно идем, поэтому не очень быстро. Возможно, это как одна из таких характеристик, я от тебя не знаю, но такой очень аккуратности, в принципе, как одна из твоих проявленных черт в мир. Такая очень-очень большая аккуратность. Например, к тому же мастеру, к кому идти, посмотреть, привыкнуть, пустить или принять решение какого-то человека куда-то к себе принять. То есть очень такие взвешенные, обратные. Это не про то, что там долгие, затянутые. Нет, ну вот прям вот такую четкость и взвешенность. И это как один из показателей вот этого проявления, как будто там, в глубине внутри, насколько ты здесь как человека, ты себе объясняешь, если она есть. То там, в глубине внутри, это опять же про понимание ответственности, потому что от моего решения зависит судьба, от моего решения зависит выстраивание пространства. Потому вот эта аккуратность и такая ступенчатость, так все ювелирно должно быть свешено в принятии решений. Это как раз туда же про осознание, внутреннее, глубинное понимание, осознание той ответственности, которая идет с тебя и понимание своей силы. Что сейчас принятие этого решения в каком-то слове к другому человеку я выстраиваю практически его. И так, просто так есть. Это не про какое-то эго или там еще что-то возвышать или еще нет. Просто это такая возможность твоей системы. Она это делает, хочешь того, как бы, грубо говоря, да, либо не хочешь. То есть та сила, которая тебя, прости, но фигачит просто через слова, она, ну, имеет большое влияние. И там в глубине это как такой внутренний предохранитель, что так, я лучше здесь не поспешу, лучше здесь я подумаю еще сколько-то раз, сколько нужно. Но вот это внутреннее понимание, что это огромнейшая работа происходит через тебя. И от нее зависят пути тех, в том числе, кто тебя окружает. Здесь по запросу, понятное дело, да, по взаимодействию с тебя, с другим человеком на уровне душ, на уровне там лучшего я и так далее. То есть вот такой запрос. Потому что, когда ты включаешься в чистую-чистую личность, вот прям в личностную какую-то программу, то оно не будет работать. Оно включается, когда вот этот вот есть посыл, когда вот эти ниточки, они как будто бы из сердца прям идут к человеку, или через пальчики, когда ты касаешься, то есть оно прям, ну, то, что там откликом, да, мы называем, вот этим каким-то легким, таким дуновением, но ты понимаешь, что тебе туда. Вот тогда оно вот справляется. Когда эти ниточки случаются, вот тогда оно простраивает для человека дальше дорожки. И ты очень круто, ну, твоя система очень круто срабатывает для тех, кто, ну, типа запутался там, или где-то остановился на каком-то раздорожье, там, куда идти, что это, вот какие-то такие моменты выбора, моменты каких-то тупиков, запутанности, тупики. Вот такая история, вот тема об этом, ты очень круто ее раз проясняешь, ну, проясняешь, да, то есть твое присутствие, твое слово и вот эта вот внутренняя такая подача, ну, как хорошего отношения к этому человеку, вот даже хорошее отношение к этому человеку уже включает работу для него. И как подсвечивать, подсвечивать эти дорожки для человека. То есть, возможно, это не то, что ты там какую-то инструкцию пошаговую, да, расписала, и он там пошел выполнять все вовремя. Нет, это про то, что на уровне кодов, да, вибрационных, световых, как угодно можно называть, простраиваются для человека эти дорожки, которые он просто видит. Они просто для него становятся более яркие, более понятные, более, ну, отчетливо воспринимаемые. И это то, что делает власть система для людей в том числе. Акценты вот снова возвращаются на акцент про ладони. Вот прям с ладонями как-то почаще, почаще через намерение их включать. Так, интуитивно, понятно, все равно включаются, но прям намерение туда. Да, понимая, что сейчас ладони, как такие портальные устройства, через которые направляются, ну, просто тонны, гига, тонны, не знаю, как это обозначать, но энергетики для человека. Но ты в этот момент прозрачность. В этот момент прозрачность и никак не включая какую-то заинтересованность в том, чтобы кому-то было хорошо. Просто прозрачность такая нейтральная. но при этом намерение, что я сейчас вот в работе, я сейчас в проводимости, я сейчас в усиленной подаче. А как она сработает, эта подача, это уже дальше их ответственность. Там, как ты человек взял, сколько ты через тебя провели и так далее. И хочется опять, ну, блин, просто я уже говорила о трансформации, я такая, давайте как-то дальше, а мы тут стоим. Ну, значит, надо еще тут про вот прям важности сюда добавить, про ситуации, то есть видеть ситуацию как сущность. Сущность в плане как, ну, что-то живое, что-то подвижное, что-то живое, то, что тоже создается. То есть как для людей эти ниточки выстраиваются, так и для ситуации эти ниточки выстраиваются. И это один из механизмов с этой ситуацией, вот видеть ее просто как человека, только более такого, да, объемного, внутри которого еще что-то там происходит, и люди внутри там тоже играют кислои игры. То есть сама ситуация как будто бы есть кто-то, прям обозначать ее, и с ней взаимодействовать тоже как с человеком, как с телом, как с... И, о, прикольно, сейчас все, можно дальше идти, спасибо. Я уверена, что ты этим и так пользуешься, но тебе это решили дать. Может быть, более усиленно, может быть, заново, не знаю просто насколько с этим... Ну, это можно обознать телепатия. Телепатия, когда общение на уровне мыслей, и это тоже перекликается с тем, что говорили про руки, про ладони, про выстраивание ситуации, это как усиление вот этой поточности, да, мысли туда, чтобы на эту мысль попадала прям вот точечно, прям заходила в куда надо, куда надо, куда запрос, да, и срабатывала, и чтобы там тоже происходили трансформации. То есть телепатия, вот этот инструмент телепатии, который сейчас тебе... Ну, тебя им, знаешь, как пропитывают прямо, потому что иногда бывает показывают, как такая встроенная какая-то структура, там, что-то куда-то позаписывали, там, в чип, в программу, еще куда-нибудь, а тут прям пропитывают, что ты прям вся, как будто бы становишься... Как будто бы это твой какой-то очень понятный вообще и родной инструмент, и то ли его усиливают таким образом, то ли где-то, возможно, ты его, ну, либо убрала из себя, либо отрицала, либо отказалась, ну, возможно, что-то такое его как возвращают, потому что он очень встраиваемый как что-то свое, как будто бы возвращение каких-то своих пазликов. Возможно, это про сборку, у нас, может быть, разборка. То есть и в твоем варианте оно работает как... Не просто поболтать там, да, на телепатическом с кем-то любимым, знакомым, близким и так далее, а именно срабатывать, то есть мысль, которая заходит, как агент, и там срабатывает на трансформацию, и как будто бы там слышат, там слышат мыслеформу, то есть как будто бы ты вот этими своими ниточками, про которые вначале договорили, вот этими проходами, лучами, имеешь возможность эту мысль как бы поселить, поселить, зародить где-то, в поле в том числе. То есть если ты берешь ситуацию и направляешь туда, через этот инструмент, направляешь туда мыслеформу, то в этой ситуации так разворачиваются события согласно этой мысли. Боже, не знаю, насколько я это вообще понятно объясняю. Ну, то есть ты можешь и как для человека срабатывать, как и для ситуации, для поля, под которым есть другие люди. Это очень здорово. И здесь, опять же, важность вот этой нейтральности, то есть заходить туда не через... Ну, ты таким не будешь, скорее всего, что это твоя вот аккуратность, постепенность, она сработает. То есть не через реактивность, а через скорее такое состояние медитативное, погруженное, и вот тогда в таком спокойном, ровном заходить. Потому что это некая ответственность, и тут как бы ты и твоя система на том уровне, когда ответственность, ну, не то чтобы прям полностью, но передана тебе. Потому что есть такие системы, которых там ведут за ручку, прям каждый шаг показывают, то ты не из тех. Ты уже из тех, кто другим шаги показывает, да. То есть ты как куратор, воплощенный здесь в материальном. Ну, для людей. Красиво очень. Про телепатию. Про вот это вот... Просто не знаю, как еще это обозначить, но вот телепатия больше всего сюда встраивается по смыслам. Вот это то, что только что объясняли. Это то, что очень круто, опять сюда подтягивают Максима. Знаешь, стать друг для друга ченнелерами. То есть насколько там вы эти практики, в принципе, делаете, не знаю. Но прям садиться друг напротив друга и задавать вопросы. Там зайти, заходить в состояние, да. То есть все вот эти вот ключики использовать, сонастраиваться. И прям задавать вопросы, знаешь, сквозь. То есть задаешь вопросы как точка входа в себя. То есть смотришь в глаза, друг к другу, смотришь в глаза и понимаешь, что это точка входа к себе же. И таким образом себе же задаешь как будто бы вопросы. Туда, в мир, во Вселенную, в пространство, в мир, как угодно. То есть вот туда задаешь вопросы. Войс, глаза, партнеры. И таким образом это будет работать как и усиление. Усиление, раскачивание вашего, в принципе, поля влияния, в том числе, ну в хорошем смысле влияния. То есть то поле, куда просто заходишь, уже что-то происходит. Ну не нужно там ничего говорить. Это и так сейчас есть. Это и так очень активно работает. Но это про дальше, да. Про дальше раскачивание, дальше усиление. Можно один и тот же вопрос, как будто мы друг другу один и тот же вопрос задали. В глаза вернули, вынырнули там в пустоту, в небытие, взяли оттуда инфу, вернулись обратно к себе и дали друг другу отред. То есть вот какие-то такие штуки. Ну там уже как пойдет. Я думаю, вам подскажет. Подскажет внутренне, да, как эту практику. Но прям хочется ее внедрить на какое-то на ближайшее время, прям на какую-то постоянку. Что-то в ней есть. Там есть какие-то знания, там есть какие-то доступы, которые вот там только есть. То есть там только можно взять. Не через кого-то из мастеров, а вот там, именно в такой связке. В хорошем смысле. Во взаимодействии. Потому, ну как-то она, знаешь, как по накопительной. Потому такое, как просьба. От странства даже, да. Туда не кураторы сейчас, не цивилизация. Ты знаешь, как такое дыхание Творца, да. Как это обозначить словом. Ну это поток канала Творца сейчас в работе с тобой. То есть и оттуда это как просьба прям поделать все практики на постоянке. И вы поймете, ну то есть это будет понятно, что вот эта информация, вот мы за ней сюда и шли. Но оно сработает по накопительной. То есть какое-то количество раз эти практики надо поделать, чтобы вот выкристаллизовалась как дорожка эта, и случилась эта подача. То есть ее нужно, ну как, насытить, знаешь, усилить этот магнит, чтобы она примагничилась. И потому что там параллельно может идти разные ответы, разные, нужные, классные, какие-то интересные и так далее. Ну там есть какая-то штуковина, которая прям такая массивная, прям объемная. И с такой практики вы ее туда достанете. Не через других мастеров. Вам как-то это какая-то такая, вам ее не подсветит никто вообще со стороны. Вы через друг друга это не очень сделаете. И это прям, знаешь, выглядит как просьба. Как, не то чтобы прям задание, да, но вот как такая очень большое пожелание это взять. Интересно. Что еще? И просто... Почему? Надо перестать мне взвешивать информацию, которую я подняла. Про принятие, опять же, и напоминаю. Это просто как напоминание. Это есть принятие. Все это знание есть. Просто как напоминание, что твои вот эти пути, которые, с которыми ты работаешь, которые видны для тебя, которые для тебя понятны, которые для тебя обычны. Ну вот доступы, да, вот эти каналы, порталы и так дальше. Вот все, что твоя система умеет устраивать вокруг себя, это ценность большая. Это большая ценность. Это уникальность. И, ну, у другого нет таких же ключиков. Именно твои ключики, они уникальны. Как будто бы вот повышение этой значимости, этих возможностей, этих проходов, этих доступов. И тогда многоспектральность своя, она уникальна именно твоя. Благодаря тем всем опытам, которые были, благодаря тем всем наработкам, благодаря тем всем внутренним осознаниям на уровне личности человека. Эти опыты души устраиваются уникальнейшая конфигурация этих доступов, этих ключиков. Тут про взращивание, еще больше взращивания осознания этой ценности и проявление этой ценности сюда, материальности, сюда для людей, для пространства. Возможно, я не знаю, насколько ты об этом рассказываешь в детальности, как-то проясняешь, грубо говоря, разжевывать, как это работает и почему почему это работает, и почему именно у тебя это работает. То есть как-то вот выводить себя больше, выводить себя больше к людям, чтобы это знание у них, и у них, знание тебя, это включалось, и ценность, доносить эту ценность. и ты так как мышцу накачиваешь параллельно на заявить о себе, проявиться, реализовать и так далее. Чтобы вот тот потенциал, про который говорили в начале, поместить, его нужно еще дальше распространять, расширять. расширяя себя через другие системы, да, ты помещаешь в себя еще больше потенциала, еще больше можешь для тех же систем выдавать, потому, ну, как бы, все вокруг тебя должны быть заинтересованы по-хорошему-то, чтобы как тебя раскручивать, да, то есть выводить себя в знание, ну, вот, грубо говоря, там, известность, популярность, ну, это даже немножко не туда, но вот про массу, про количество людей вокруг. Чтобы это количество людей вокруг сама потом просила, говорила, пожалуйста, приди просто по себе вот здесь вот рядом, надо, я всем расскажу своим, чтобы другие тоже пришли, потому что понимаю, как это работает, и вот моя такая особенность очень красивая, очень, очень такая сверкающая, меркающая, очень, даже какая-то волшебная пыль, очень красивая структура, но при этом мощность просто зашкаливающая, и, ну, как бы, может, может такое быть, что народ просто не выдерживает. И это туда же опять, видишь, блин, никакого никогда не было, чтобы связывали две сессии. Всегда думала, что так нельзя. Ну, ладно. То есть, у тебя тоже про, конечно же, про вот эту чистоту, да, то есть, ты у людей вот это подсвечиваешь, поддергиваешь, как будто бы, потому что твоя система, она очень такая игривая, она такая игривая, легкая, она как будто бы играет, чистым такая, раз, и что-то там дотронулась до какой-то болевой точечки, и там прохаюсь, пошла дальше светить, играть, смеяться, звонко, веселиться, все, сидит, так вот, блин, ничего, вообще, не хочу больше к ней идти, там было как-то странно. И это же одновременно и, конечно же, привлекает, ну, от уровня осознанности, да, зависит, но и кто-то, кого понимает, что он туда не может пойти в эту честность с собой, то это отталкивает, но, опять же, это не как на твою, на твоем взаимодействии с людьми не должно отражаться, то есть это их решение, их выбор. Ты выдала такую возможность, а люди, ты пошли, либо не пошли. Много про игривость тоже показано, из основных данностей, основных таких некого успеха, да, можно обозначить, это вот игривость, это очень, игривость, она всегда про чистоту, такую кристальность. Санутика. Не могу подтянуть, есть еще что-то, мы как будто бы уже идем к завершению, но вот что-то есть, пока не соберу. тоже там, давай через цифры попробуем. 899999953, 222, 222, 222, 222, 222, 222, Снова к сердечности, что-то мы снова к сердечности, возвращаемся, что, прощеренную сердце, что, 6 секунд, вот это вот какое-то все прощение туда же, туда же к принятию, вот это спектрик такого еще все прощения, даже для каких-то самых, которых казалось бы, невозможно, невозможно дать этого тепла или любви, но это как, знаешь, поток отворца, его хватает на всех, для любви хватает на всех, и она все равно идет, и она не особо там оценила тебе меньше любви, тебе больше, ты уже от нашего, насколько мы разрешаем, не изойти берем, не трансформируем любовь в какие-то препятствия, то есть, чтобы твоя система не не спотыкалась о какие-то ну, там, не знаю, мелкие разочарования или какие-то ожидания, а там что-то не так, то есть, еще в расширение вот этого все прощения, ну, как бы, всем все можно, потому что у каждого свой путь и свои задачи на сейчас, на каждую секунду. Не знаю, что к чему, надо было, наверное, это выгрузить. И снова, снова напоминает, просто, да, мы уже в завершение идем. Так пробежались. То есть, то, что сейчас повустраивали, то, что сейчас посагружали, оно будет в работе около месяца, то есть, ну, как в работе, оно будет докруживаться, докручиваться, достраивается. Тело инертно, там, программы какие-то нужно по дороге посмотреть еще, оно в коррекцию заходило, да, то есть, это та соединенность в вертикале, которая будет просто в таком более усиленном еще режиме, да, работать там около месяца И вот эти простройки, они когда завершатся, то особенно активно нужно будет заходить в практику. То есть сейчас вот те, условно, задания какие-то, да, подсказки по практикам, то делать их, но не спеша. Не спеша, как-то себя не нагружая в очень таком расслабленном ритме, просто как слегка поддерживать это. Слегка там вспоминать просто об этом. Ну вот через вот где-то месяц, может чуть меньше, прям уже хорошенько в это включиться. То есть сейчас просто слегка поддерживать, знаешь, как на маленьком огне, как бы чуть-чуть пускай она там томится, все выстраивается. А потом вот через чуть меньше месяца прям включиться и хорошо в эти практики уже зайти. Прям просят, чтобы это произошло. Особенно с ситуативностью, чтобы выстроить вот этот инструмент телепатического такого внедрения, то чтобы его простроить хорошо, чтобы вот взаимосвязи, знаешь, как дорожки прописать. Чтобы оно все легче, легче, проще, быстрее, качественнее, объемнее срабатывало. А то прям просто это потренировать. Это не занимает много времени, это там доля секунды даже зависит от настроения, от сил, от возможности время уделить. То есть это можно брать как целую большую медитацию себе в практику, либо даже там доля секунды вспомнила, мысли туда бросила, вспомнила, обозначила. Вот это, что вот это я сейчас тренирую, этот инструмент, окей, его тут в нашем мире называют телепатия, хорошо. И бросила туда просто внимание, все, оно уже сработает, такая вся дорожка, зажужжала, да, поезд, поехал. И чтобы вывести это на скорость. Иногда туда выбрасывать внимание. И ладонями к ситуации, прям прикасаться к ситуации. Какая-то очень классная штука такая у тебя, тоже ее тренировать. Чтобы нарабатывать объем, брать еще больше и больше и больше ситуаций в работу. Да. Ну все, как будто мы завершили. Прослезилась. Как твои дела? Прекрасно, у меня весь женский род собрался рядом возле меня. Ой, какая красота! Я тоже хочу здесь рядом возле меня, очень. Да. Здорово. Радуюсь. Благодарю. Смотри, по состояниям, иногда после сессии, ну как у тебя там, да, по-разному бывает, иногда хочется вот просто там попить чайок в тишине, да, или там никуда не спешить, не бежать. И вот эта вот напитанность вот того, что выдали, да, как бы вот ее вот так вот вокруг себя чувствовать, да, вот в ней как бы еще покупаться. Потому это так, рекомендация, ты, конечно же, сможешь по своим ощущениям не идти в какую-то суперактивность сегодня, так больше, типа, быть в себе. Ну как, с детьми. Ну, это знаешь, ты можешь быть активно и внешне, но вот тут, да. Да, благодарю, благодарю. Прям все откликается. Про телепатию я уже месяц говорю о том, что это открывается, раскрывается, работает. Так что это прям, знаешь, как звоночки своего пути, да, подсказки по поводу тела. Я очень много внимания даю телу, очень просто. Макс все время удивлялся, почему я чуть ли не... У меня каждый день есть что-то для тела. Или остеопатия. Да, типа, есть было возмущение такое, почему так много. Но когда ты сюда сказала добавить, такая, ого, это мне надо расширяться. Да, расширяться. Можешь что-то заменить там, если есть возможность, знаешь, куда-то больше уделила там акцента, то вот больше сейчас на растяжечку, на какую-то попробуешь, поэкспериментируешь. Да, да, благодарю, благодарю. Был вопрос про то, что расширение, и насколько оно сейчас происходит максимально гармонично. Ну, максимально происходит гармонично. Ну, ты вроде говорила, что там просто уделять внимание усталость, да, накапливать усталость. Оно сейчас выглядит, попробую вернуться к тем картинкам, оно как будто бы выглядело как небольшое. Знаешь, типа, есть, когда ты там на такой волне, на таком движи каком-то высоком, да, а потом так чуть-чуть, ну, вот эта волна, то как будто бы, опять же, оно может сюда в физику не выходить, потому что, ну, у тебя много компенсаторных разных механизмов, у тебя классно наработано. То есть оно может в физику, ты это и не услышишь. Но вот в тонком, оно выглядит как немножечко такая небольшая волна, чуть ниже, чем та высота, которая обычно. То есть сейчас какой-то период не самый высокий. Но, опять же, это про, когда выстраивают, когда хотят загрузить больше, тебя как будто бы чуть-чуть притормаживают, выдают, и потом ты заново такой на новую, на новую слою высоту выходишь. Ну, как бы он так работает. По процентам, если интересно, то это только я в сессию с моим кинезиологом могу позвать. То есть, там он прям проценты тестирует. Я думаю, ты с кинезиологией знаком. Может, у тебя есть кто-то из кинезиологов, то прям поспрашивает через проценты. Моя ширина возможная на сейчас, моя ширина возможная на сейчас и которая есть. Ну, я могу. У меня есть возможность тоже сама себя поспрашивать, кстати. А, ну, супер, да, если. Да, или кинезиологический тест, если наработан, например, или свои, там, да, то можно так всё потестить. Благодарю, очень ценно, очень благодарю. Благодарю. За мягкость. Мне было очень интересно подземен. Да. Да. Такую сердечную, божественную, светлую. Благодарю. Так как к тебе по-другому нельзя. К такой светло-искрящейся по-другому, как вообще. Ну, у тебя очень мягко, очень красиво, очень, да, бережно. Вот это вот потоки такие мягенькие, потому что бывает иногда, что кому-то прям, ну, не то, чтобы под затыльником, но как бы такие, так, встал и иди делаешь. Это у тебя прям вот всё такое, если ты тоже такое прям класс. Так что благодарю, мне тоже было приятно в этой энергии. Ну, тогда хорошего дня и всё раз добрым утром. Добрым, да. Ссылочку сброшу. Я на связи, если какие-то вопросы будут. Хорошего дня. Всем девочкам приветики. Пока-пока. Пока-пока.